да да вот видите как погорели все здесь их прекрасные зеленые лужайки газончики вот они какие то есть все же получается что не от того как у них красивые газоны что они их косят 300 лет от того что у них здесь влажность высокая вот пожалуйста скошенный газон он весь сгорел потому что температура была у нас весь июль выше 30 а теперь внимание вопрос как бы выглядела англия если бы у нее жара стояла выше 30 градусов в течение всего лета здравствуйте здравствуйте всем сегодня у нас 26 июля 2022 года и я сегодня вам снимаю свое очередное видео вот в городе бембридж как вы просили меня многие пожалуйста покажите нам немножко садиков ну вот немножко садиков я вам сегодня покажу я вам уже рассказала посмотрите обратите внимание как погорели здесь все газоны вся трава сгорела да ну сегодня речь у нас все-таки пойдет не об этом помимо всех вот этих садиков которые у меня просили я сегодня хочу показать вам очень интересное место тоже здесь в бембридже в порту маленьком или наверное даже в гавани но потому что здесь по-английски называется бембридж хаба то есть хаба либо порт либо гавань переводится ну вот хаба и хаба значит мы с вами сейчас посмотрим какие там у нас стоят дома на воде там целая огромная улица этих домов на воде я вам как-то может быть мельком показывала немного но вы знаете из автобуса из окна автобуса это было совсем не то а вот сейчас я специально прошлась по этой улице там целая огромная улица и мы с вами посмотрим как здорово там живут люди и сколько же все таки стоят эти дома на воде сыра там или не сыра вот обо всем этом поподробнее сегодня мы с вами и поговорим и посмотрим вокруг и так усаживайтесь поудобнее друзья мои начало это я показываю вам вот именно эту гавань сейчас к сожалению здесь отлив не очень хороший вид но тем не менее уверяю вас что будет интересно вам поближе эти баржи которых люди живут посмотрите здесь даже не лодки такие огромные баржи по-моему да или как называется ну и контингент здесь конечно специфический вот посмотрите у них у некоторых даже там цветочки супер а вот там вы видите краболовки поэтому здесь то конечно наверное живут в основном рыбаки хотя возможно не всегда и рыбаки некоторым обычным людям нравится посмотри как там здорово у них на верхнем этаже шезлонги стоят загорать а вот такие вот домики на воде так вообще наверное можно сравнить с обычными квартирами студиями да и вот это тоже очень неплохо ну может быть сырость конечно сейчас опять же отлив я вам показываю сырость зимой не знаю может быть у них там хорошо отапливается и вот здесь таких домиках домиков на баржах посмотрите очень много разных всяких вот видите баржа тому же она вся ржавая давным-давно на причале не используется и кто-то построил наверху вот такой домишко очень неплохо вот еще посмотрите здесь прям красота такая си хорс морской конек даже не знаю живут ли здесь люди постоянно или это просто какие-то домики типа холода и хоум вот еще посмотрите как здорово здесь у них фонарь такой красивый дальше туда лесенка и дальше вот они живут видите даже здесь именно это место продавалась вот она и уже продано интересно было бы узнать за сколько продано вот это вот яхточка дом я показываю с другой стороны вам эту яхту которая продана яхта дом и здесь же напротив посмотрите мне кажется вам будет интересно друзья ну вот полюбуйтесь как здесь здорово у них здесь у них даже какой-то сделан такой маленький садик терраска да или как это называется патио и там наверху двухэтажный дом посмотрите как у них здесь здорово впереди да очень красиво никогда не подумаешь что это расположена на барже и опять же вы знаете вот это вот история вот опять же это продается этот дом продается я не знаю конечно какую цену они спрашивают за этот дом но видно что он большой и он такой комфортабельный и скорее всего что продадут без проблем как у них тут здорово здесь также видите можно найти здесь сдают дома холоде лифт называется на каникулы пожалуйста можете вот такой брать домик себе позвоните узнайте сколько стоит кто-то меня спрашивал здесь я иду дальше не устаю удивляться не перестаю удивляться посмотрите как у них тут здесь вообще дом такой огромный классный стоит вот еще посмотрите используется такой огромный паром по-моему это white link паром до верхняя часть вот они используют и я тоже как дом жилой кто-то может быть из моих зрителей скажет ты чего я тут удивляюсь ухаю ахаю да господи как тут можно жить и все остальное прочее но я хочу вам сказать что земля в англии тем более в центре это бембридж здесь земля очень дорогая и скорее всего что вот вот именно на воде получается гораздо дешевле если вы покупаете лодку и и где-то здесь паркуете оформляете разрешение опять же чтобы ее сделать домом и будет вам это все гораздо дешевле а жить можно точно также ничуть не хуже чем на обычной земле поэтому вот я именно об этом вам и говорю поэтому я так на этом заостряю внимание и показываю вам все эти лодки дома на воде потому что я сама удивляюсь я же говорю что я впервые я так близко здесь хожу и здесь как я вижу и как вы видите здесь у них просто целая улица и хоть эта улица здесь видите соседствует впритык с мейн роуд с центральной дорогой но по моему у нас и дома такие есть в городах которые стоят на дороге и тоже шум но там все это дороже а здесь все это дешевле мой как здорово мне нравится просто даже несмотря на то что я снимаю без воды все это прям вы знаете даже интересно мне узнать а сколько сколько будет стоить вот такой дом hello ну вот друзья представляете я поговорила с хозяином вот этого вот дома с надписью замбези самый обычный домик такой же как я показывала вам до этого и оказалось что я совершенно не в курсе событий и я не в курсе того сколько стоят эти дома оказалось что все неправильно я вам говорила просто меня поразила вся эта история во первых я спросила он покуп покупил этот дом или он здесь только арендует но вот он сказал что он хозяин я говорю и сколько же стоит ваш дом и он сказал ну около четырехсот тысяч фунтов стоит как-то так то есть представляете это же жуть как дорого на мой взгляд ну по моим деньгам очень дорого я говорю ничего себе и вы здесь постоянно живете а он говорит да нет я только сюда приезжаю на лето холодный тайм и вот за четыреста тысяч фунтов на холодный тайм купил и когда я сказала вау это так экспенсив так дорого он сказал да да не очень чтобы очень дорого то есть понимаете конечно все зависит от того какой бюджет у людей обычно как коренные англичане с хорошим образованием они всю жизнь проработав на какой-то хорошей должности а может быть даже имея здесь бизнес всю жизнь в англии могут позволить себе это не считается для них большими деньгами 400 тысяч фунтов купить себе домик холодной ну что ж чудесно замечательно я иду дальше и показываю вам и дальше все эти дома на воде вот еще для продажи выставлен видите домик этот домик он видите он же не похож даже на лодку если бы не смотреть что у него внизу то это обычный самый обычный дом ну и здесь видите яхты также стоят просто у меня слишком много тут знаете впечатлений от этой территории по которой я сейчас гуляю единственное что я выяснила для себя и то что я хочу для для вас донести объяснить что вот видите я думала что эти дома здесь можно дешево приобрести замечательно но может быть это совсем не такие дома как бывает знаете лодки просто на воде там только один человек с трудом может где-то переспать там туалет малюсенькая кухонка и все а здесь же целые дома может быть поэтому они так дорого стоят но для меня это оказалось сюрпризом барбекю пожалуйста вам здесь у них здесь патио посмотрите велосипеды и доски вот там у нас флаг опять украинский развивается и еще целая улица этих домов вот тут уже я вам показываю крайнюю с краю эту лодку вот наверное здесь мало места и здесь дешевле но обратите внимание здесь и машина припаркована у людей мотоцикл припаркован и здесь еще какой-то ван караван у них а там еще посмотрите катамаран может быть тоже их катамаран не знаю теперь уже даже трудно что-то себе тут представлять и судить если не знаешь можно сильно ошибиться ну и вот вот я прошла в общем то здесь целая улица как вы поняли я показала вам практически все что здесь стояла на этой улице сейчас еще раз покажу вам ее но она видите там за поворотом поэтому не очень будет видно и понятно вот так это выглядит и когда здесь полная вода смотрится конечно веселее я надеюсь что вы поняли ну вот такая сегодня у нас друзья с прогулочка по харбор города бембридж к сожалению немножко я с вами тут не попала в большую воду по моему мы с вами посмотрели достаточно и надеюсь что вам понравилось вот я показываю вам издалека все эти дома на воде как они смотрятся с этой стороны со стороны воды на этом я с вами прощаюсь друзья всего вам доброго не забудьте поставить лайк не забудьте подписаться на канал ну и конечно же не забудьте профинансировать те кто имеет такую возможность мой канал потому что я уже пять месяцев работаю бесплатно на ю тубе пока пока